Это также очень странно, так как основная цель ее получения это для оформления кредита. То есть, возможно, мошенники заинтересованы в том, чтобы снять какие-то ваши средства, либо же оформить кредит. Я думаю, вы понимаете, здесь серьезная ситуация. Также я вижу, что код был выполнен из трех разных устройств из трех разных регионов. То есть, это Иркутская, Воронежская и Московская область. С какого-либо из этих регионов вы могли заходить в учетную запись? Нет, не мог. Что плохо слышно вас очень? Не мог, не мог. Не могли. Хорошо, я так понимаю, входы выполнены мошенниками. Также были два устройства Android и одно устройство iOS. Какое вообще из них может быть вашим? Не скажу, даже не знаю. Не знаете. Я понимаю, но в любом случае, я так понимаю, произошел взлом IP-периадресации. То есть, мошенников невозможно отследить, чтобы подобного не происходило. Вам в МФЦ должны были установить приложение поддержки нашего портала. Называется Anidesc. То есть, это английская аббревиатура портала. Вот скажите, вы его удалили или вообще не устанавливали? Я не устанавливал его. А в МФЦ вас о нем вообще информировали? О том, что нужно установить? Я не был в МФЦ. Вы же спрашивали, я вам отвечал. Ну, вы же когда-то туда давно обращались? Я не помню. Может быть, говорили, может быть, нет. Хорошо. Хорошо. Давайте я вам тогда его помогу установить. То есть, необходимо это сделать, чтобы оно закрепило ваше устройство. Как основное. То есть, входы с других устройств. Система не рассматривалась. Сразу же вам направлялся звонок для подтверждения. Ну, и также для того, чтобы провести систематический анализ, чтобы обезопасить вас от мошенничества. Так как, возможно, у вас на телефоне находятся какие-то вирусы, которые сейчас считывают вашу информацию. Подскажите, будет вам сейчас удобно поставить меня на громкую связь, либо взять наушники, чтобы вы могли меня слышать и параллельно установить данное приложение? А зачем его мне устанавливать? Я же говорю, во-первых, нужно установить ваше устройство как основное, чтобы его система закрепила. Входы с других устройств сейчас не рассматривались. То есть, они не имели больше доступа к вашему порталу. А во-вторых, чтобы у вас происходил систематический анализ на вредоносное ПО. То есть, возможно, у вас там какие-то вирусы сейчас находятся. Или какие-то вредоносные программы себе скачали. Понял, понял. Это в целях безопасности, чтобы больше не было ни у кого доступа к вашему порталу. Удобно вам сейчас будет его установить? А зачем его установить? Ну, я вам уже только что объяснила. То есть, ваше устройство сейчас необходимо закрепить как основное. Во-вторых, провести систематический анализ. Угу. Понял, понял. Хорошо. Вы сейчас один находитесь либо в людном месте? Один, один. То есть, будет вам удобно? Удобно вам будет меня на громкую связь поставить? Либо через наушники, чтобы вы меня могли хорошо слышать? И при этом зайти в установку приложений? Угу. Если у вас айфон, то у вас там будет App Store, либо же, если у вас Android, то у вас, скорее всего, либо Play Market, либо же Google Play. Где вы приложения все скачиваете? В Play Market. В Play Market. Хорошо. Сверните сейчас звонок, зайдите в Play Market. А зачем? Чтобы вы могли установить приложение? Зачем? Я вам это уже объясняла три раза. Вы занялись снова на врешение этого вопроса или нет? Конечно. Хорошо, тогда заходите в Play Market сейчас. Как зайдите, меня проинформируйте. А зачем? Я вам уже объясняла, зачем. Угу. Вам ситуация понятна, что у вас происходит? Конечно, конечно. Я вам уже объясняла, зачем вам нужно это приложить. Я вам уже объясняла, что за ситуация у вас происходит. Вам сейчас ваше устройство нужно, во-первых, закрепить как основное. Угу. Play Market, вы зашли? Нет. Заходите. А зачем? Все, бросила трубку. Три раза объясняла, объясняла. Она бросила? Угу. Ну вот я говорю, надо так издеваться. Оформить любые документы, не выходя из дома. Это должно стать возможным благодаря порталу государственных услуг. Я на госуслугах регистрировался вообще без очереди. Какие нахуй госуслуги? Раааам! Оу. Ок. Раааа. Раа. Раа. Продолжение следует...